Привет-привет-привет! Сегодня я буду тебе читать сказку Поэтому устраивайся поудобнее Слушай и погружайся в волшебный мир И, конечно, не забудь поставить лайк Если тебе нравится тематика видео с чтением Мне это будет показывать, что ты хочешь еще больше таких видео А мы начнем читать сказку Я буду подходить к микрофону ближе и дальше Для более разного эффекта шепота Так вот Ты готов слушать сказку? Хорошо Мне кажется, не важно, сколько лет Тридцать? Пять? Сорок? Пять? Пятнадцать? Или девяносто? Но книги, сказки, рассказы Это всегда очень приятно И волшебно Так вот Дага и тролль С небесной горы Дага Когда так и так Остались сиротами Они думали, что погибнут от голода Соседи жалели их Но даже считали, что вряд ли дети справятся с нуждой Однако Когда горе от потери родителей Притупилось Оказалось Что так и так Вполне могут жить самостоятельно В своей лесной избушке Дети старательно ухаживали за козами И те давали им молоко Они собирали в лесу грибы и ягоды Которые Дага обменивал на муку Хотя Дага была совсем малышкой Она умела печь хлеб И варить кашу Почти так же хорошо, как когда-то их мама Дага же прекрасно управлялся с луком Как и их отец Мальчик охотился И частенько приносил домой то заяца, то глухаря А однажды сумел подстрелить Косуль Так что дети не голодали Шли год им и брат сестрой Так и жили в лесной избушке По всем помогая друг другу И вот однажды Дага ушел на охоту И не вернулся Дага ждала его ночь напролет Но брата Брата все не было Кутром она решила отправиться на поиски Она плохо представляла себе, куда Даг направился Поэтому она шла наугад В полдень Дага подошла к зарослям шиповника Дага громко вскрикнула от радости В глубине колючих веток Висела шляпа с пером Значит, ее брат где-то здесь Дага бросилась туда И заметила еще торчащие заросли Лук И колчан со стрелами Брата же... Брата же нигде не было видно Шиповник рос настолько густо, что сквозь него невозможно было пробраться Как узнать, там ли в зарослих ли ее брат Мне никак не проникнуть внутрь без топора Подумала Дага, тщательно пытаясь протраться сквозь кусты Сначала нужно вырубить весь шиповник Она сбегала домой за топором И принялась вырубать кусты Но дело это оказалось трудным И когда она добралась до вещей брата Наступил поздний вечер Пришлось Даге вернуться домой И вот на следующее утро Дага поднялась в руан Она выпустила коспо здесь Собрала немного еды Взяла с собой узелок И пошла за помощью к соседям Соседи жили тут довольно далеко Но они ласково встретили уставшую девушку Накормили, напоили Но напрочь отказались помогать ей в поисках брата Если с ним случилось что-то нехорошее То ты разве сможешь ему помочь? Уговаривали Дагу Лучше забудь о нем И оставайся служить у нас Тогда у тебя и дом, и хлеб И жить будешь в достатке А если ты пойдешь искать Брата Там, скорее всего, погибнешь Дага понимала Насколько опасностей она встретит На своем пути Но оставить брата на произвол судьбы Она не могла Она попрощалась с соседями И отправилась В путь Дага шагала Через стремучие леса И высокие горы Часто она так уставала Что у нее подкашивались ноги Но, чуть отдохнув Она вскакивала и шла дальше Несколько ночей Она провела на ложе Из муха под деревом И очень боялась Что дикие звери Разорвут ее на части Но никто не тронул девушку И никаких зверей Она не встретила А знаете почему? Дело в том Что так было Не так одиноко Как она думала Если бы она почаще Оглядывалась по сторонам То заметила бы Что за ней неуступно Кто-то следует От самого-самого дома Это был Крохотный Крохотный Человечек С морщинистым лицом Никто иной Как домовой Когда так спала Он сидел рядом И наблюдал Чтобы волк, медведь Или другой зверь Не причинили ей вреда Если же дикие звери Все-таки Подбирались к девушке Думовой смотрел на них Так злобно Что те тотчас Убегали прочь И вот однажды Утром Дага присяла Отдохнуть на мжистую кочку Лес вокруг Был прекрасен Сквозь кроны сосен Так ярко светило солнце Что девочка могла бы Почувствовать себя Счастливой Если бы не печаль Которая сжимала ее сердце Вдруг Послышался собой чулай И звуки рога И вскоре перед Дагом Появился прекрасный принц В нарядном охотничьем костюме Он остановился Как угопанный Повернулся к своей свите Которая как раз подоспела И воскликнул Посмотрите, какая прекрасная Лесная принцесса Она станет моей невестой Езжайте скорее В охотничий замок с носилками А затем доставьте Принцессу в мой замок Дага же упала Перед принцем на колени И начала молить его Милый принц Милый принц Отпусти меня Я ищу брата Он попал в беду Я не могу стать твоей невестой Потому что я не лесная принцесса А бедная сирота Дочь егеря Но принц ответил Будет так, как я сказал А твоего брата Станут искать мои слуги Тут как раз прибыли слуги с носилками И Дагу доставили во дворец Не спрашивая, хочет она этого Или нет Девушку привели в покой И по приказанию принца Фрейлерны Нарядили ее в прекрасное Белое платье Принц надел на Дагу корону Из чистого золота Украсил ее руки золотыми кольцами Он подвел девушку В великолепный зал Где уже собрались многочисленные Знатные дамы, господа И весь вечер Дага должна была сидеть Рядом с принцем А он оказывал ей почести Как настоящей принцессе Но Дагу это все не радовало Когда прием закончился Девушка отправилась в свою спальню В темноте Около ее покоя Стояло два охранника И Дага невольно услышала их разговор Ты можешь себе представить Семерых наших товарищей Отправили искать Чуже странного охотника Пропавшего в лесу Сказал один Да, знаю Ответил другой Но друзья сказали Что думают просто поболтаться Где-нибудь поблизости И повеселиться А потом вернуться домой И сказать, что никого не нашли Верно Как этого охотника искать? Он, наверное, попал к троллям Но слышал Поговаривают, что в этих местах Вновь объявились тролли Верно Дага выступила из тени Слуги замолчали А она прошла в свою комнату Теперь девушка знала Что нужно делать Оставшись одна Она поспешно сложила свои вещи В узелок И лучи в момент, когда охранники Затремали На посту Тихонечко Выскользнула из замка С золотой короной на голове И в белом платье Она вошла в лес Под высокие темные ели А за ней Крался домовой Его очень хорошо приняли Дворцовые домовые Одели в черный бархатный костюм И дали обувь Но так ушла и замка И хотя домовому понравилась Замка Он был вынужден следовать за хозяйкой Когда стала светать Дага Решила немного отдохнуть Она ушла достаточно далеко от замка Принца И густые ветви деревьев надежно укрывали ее От посторонних взглядов Девушка надеялась Что погоня не найдет ее И не вернет ее обратно Во дворец Дага сняла Золотую корону Золотые кольца Положила их в узелок И переоделась в старое платье После этого Она отправилась дальше Вечером Дага встретила Маленькую некрасивую девочку Та была настолько безобразна Что Дага задумывалась Не тролиха ли перед ней Но в конце концов Девушка вежливо поздоровалась И поинтересовалась Не видела ли Еда ее пропавшего брата Если ты по-царски А то благодаришь меня Умыльнулась маленькая девочка Я расскажу Кто захватил Твоего брата Я дам тебе на ряд принцессы Воскликнула Дага И протянула девочке Прекрасное белое платье Только скажи Где мне найти брата Маленькая троллиха Никогда не видела Такого великолепного наряда Если она и хотела сначала Посмеяться над Дагой То теперь Так захотела завладеть платьем Что решила Сказать девушке правду Тролль, живущий На небесной горе Забрал юношу Сказала она И злобно добавила Ну а если ты пойдешь туда Обратно не вернешься Троллиха подхватила платье И пошла своей дорогой Тролль с небесной горы Задумчиво повторила Дага И с этой минуты Она думала лишь о том Как добраться До этого места Семь недель Странствовала Дага И наконец-то увидела Темную гору Чья вершина Достигала небес Снизу можно было Разглядеть Где-то верхушку башенки Брачного замка Целых три дня Бродила девушка Около подножья горы Пытаясь найти тропу Но ученно Склоны горы были Как гладкие стены дома И на исходе третьего дня Дага встретила Уродливого гнома Добрый вечер, дедушка Вежливо поздоровалась Дага Не укажешь ли ты мне тропу По которой бы я смогла подняться На вершину горы Укажу Ответил гном С издевательской усмешкой Но за это ты мне дашь Два золотых кольца И гном засмеялся Думая, чего-чего А золотых колец Бедная девушка Даже и не видела Ты их получишь Сказала Дага И достала из усилка кольца Подаренные ей принцем Гномыш поперхнулся И с усомлением Посмотрел на подарок Ему пришлось держать обещание И старик привел Дагу К еле заметной трещине в скале Здесь можно подняться на горы Если ты, конечно, сильная и ловкая И у тебя не закружится голова Проскрепил он на прощание Но скорее всего Ты упадешь И сломаешь себя шею Дага побоялась Лезть вверх в темноте Но едва всошло солнце Она начала подъем Это было невероятно трудно Девушке приходилось Цепляться руками и ногами За почти неразличимые выбоины В скале И нигде не было Возможности присесть И отдохнуть Три дня Дага упрямо Ползла на гору И наконец-то Она добралась до вершины Перед ней, между острыми камнями Которые того и гляди Готовы были обрушиться вниз Лежала Тропинка Дага осторожно Ступила на нее И пошла вперед Аккуратно обходя камни Посмотрите А это что такое? Заинтересованная Дага подошла поближе Громко скрикнула от ужаса Голова брата торчала Из огромного полуна Лицом юноши было мертвенно-бледно Но Дага поняла Что юноша Жив Тут его ресницы трогнули И Дага открыл глаза И узнал девушку Беги Беги отсюда, дорогая сестра Пока и тебя не захватил в плен Ужасный тролль Нет Не для этого Я прошла сотни миль По лесу И лезла вверх По горе Чтобы уйти сейчас Когда почти достигла цели Я пришла Чтобы освободить тебя Ты не сможешь мне помочь Тебя постигнет злая участь Летающий тролль похитил меня Затащил на эту гору И велел ковать золото Но я плохо выполнял работу И был наказан Заточен в камень Я не могу больше шевелить ни рукой Ни ногой Лишь голова моя свободна Да и то Для того, чтобы Я с тоской смотрел на тропу По которой никогда Не смогу пройти Дага слушала эту историю И слезы текли по ящикам А потом девушка взяла себя в руки Попрощалась с братом Пообещав вернуться И поспешила в замок тролля Вскоре, не встретив никого на своем пути Дага вошла под взводы огромного зала Страшный тролль сидел на золотом троне У дальней от входа стены И вокруг сновали гномы с молотками Молотками Молоточками Увидев девушку, жители замка От изумления выронили все инструменты из рук Но так и смело подошла прямо к золотому трону Уважаемый летающий тролль Прошу тебя, отпусти моего брата из каменного плена Ты пришла сюда в надежде, что я отпущу твоего брата Только потому, что ты этого просишь Ты просто глупа Но я готов с тобой договориться Если ты мне достанешь золотую королевскую корону Прежде чем я досчитаю до трех Я отпущу на свободу и тебя, и твоего брата Но если ты не выполнишь мои условия Я подкину тебя так высоко в небо Что когда ты упадешь Неименуемо разобьешься Я не спрашиваю твоего согласия А начинаю отсчет Раз Гномы хохотали Ожидая потехи Но не успел тролль произнести два Когда Дага достала из узелка корону И бросила ее прямо в страшную когтистую лапу Хозяина горного замка Все в замке замерли от неожиданности А тролль Он просто заскрешетал зубами от злости Но каким бы коварным и злобным летающий тролль не был Данное обещание он не мог нарушить Он освободил Дага из каменного плена И отпустил брата и сестру домой Вскоре счастливые Дага добрались до своей избушки И зажили как прежде А за их покой и благополучие присматривал верный домовой Который не бросил хозяйку в беде И, не показываясь ей на глаза, охранял ее все это время Так и так жили в лесной чаще И не знали, что принц так и не смог забыть сбежавшую невесту А просил слуг Принц узнал о разговоре двух охранников Стоявших на страже покоя в Даге И понял, что девушка решила сама спасать брата Поэтому и покинула дворец Долго принц бродил по окрестным лесам И в конце концов нашел домик, где жила красавица Принц стал при Даге на колени И попросил стать его женой От его былого высокомерия и гордыни Уже не осталось и следа И Дага не стала отказывать принцу Они поженились и жили долго и счастливо И принц бесконечно уважал и любил свою супругу Ведь он знал, какое преданное и отважное у Даги сердце Вот и сказке конец А кто слушал, молодец! Надеюсь, вам понравилась эта милая сказка И вам было приятно ее послушать А мы увидимся с вами совсем скоро В следующем видео Не забывайте нажимать лайк И проверять вашу подписку на канал Всех целую Всех обнимаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok